Четвертый гоночный день на этапе Кубка мира по ралли-рейдам в Катре самый длинный. Два спецучастка 228 и 121 километр, а также леозоны в общей сложности 180 километров. Причем между спецучастками сервис был запрещен. Старт был ранний в 8 утра. Первый спецучасток начинался к северу от Дохи и вел через пустыню к западному побережью. На втором спецучастке экипажа ждала серия коварных песчаных дюн, которые идут вдоль восточного побережья к северу от внутреннего моря. Сегодня мы решили поехать опять на старт спецучастка, а после поискать какую-нибудь достопримечательность. Никаких достопримечательностей в пустыне нет, но мы нашли вот этих верблюдов. Мы думаем, в будущем году верблюды будут стартовать на гонках категории Т3. Гонки на верблюдах считаются настоящим национальным видом спорта в Катаре. Эти животные способны развивать скорость до 65 километров в час в коротких забегах. В гонках участвуют одногорбые верблюды. За разведением беговых животных установлен тщательный контроль. В частности, используется специальное искусственное оплодотворение. Также следят за обучением и питанием. Хорошо обученные животные с отличной репутацией можно дорого продать. Цена за фаворитов может спокойно перевалить за миллион долларов. Победу на четвертом спецучастке опять праздновал Нассера Летия. Несмотря на одно пробитое колесо, он показал первый результат, проехав 228 километров за 2 часа 15 минут. Почти в двух с половиной минутах от него финишировал Бернард Тенбринке, который таким образом несколько реабилитировался за прошедшие два дня. Третий результат показал Эуджинио Амос. А вот пробившие по три колеса Езид, Аль Раджи, Куба, Пшигонский и Владимир Васильев финишировали на пятой, шестой и седьмой позициях соответственно. Они оказались в сложной ситуации. Впереди еще один спецучасток, а запасных колес уже нет. Если Кубе и Езиду помогли напарники по команде, которые поделились колесами, то экипажу Васильева и Жильцова ждать помощи было неоткого. Но больше всех не повезло на четвертом спецучастке чешскому гонщику Мирославу Заплеталу. У него сломался привод, поэтому он не финишировал, не проехал пятый СУ и получил большой временной штраф. Пятый спецучасток быстрее всех проехал Езид, Аль Раджи. За ним в восьми секундах финишировал Куба Пшигонский. Генеральной классификацией между ними также идет борьба за вторую позицию. Саудовский гонщик нарастил свой отрыв от поляка до 3 минут 14 секунд. Последний день гонки определит среди них сильнейшего. Насар Алетия на этой дистанции показал пятое время. В двух минутах от гонщика из Саудовской Аравии. Ему не было смысла рисковать, ведь преимущество катарца по итогам четырех дней составило 12 минут 33 секунды. Экипаж Владимира Васильева Константина Жильцова показал шестой результат на пятом спецучастке и оставил за собой четвертую позицию в генеральной классификации. Сегодня день из двух спецучастков состоял 220 километров, первый и второй 120 километров. Первый очень каменистый день был. Мы пробивали все колеса, запасные, я имею в виду. И поэтому на втором спецучастке нам пришлось еле-еле ехать, чтобы оставить хоть что-то, потому что если мы пробили бы еще одно колесо, то нам бы не добраться было до финиша, не на чем уже было ехать. Поэтому второй спецучасток мы просто шепотом уже проехали потихоньку. И вот, слава богу, там половина была песков, не камней, но камней тоже было в начале много и в конце. Поэтому в песке можно было ехать там нормально, а вот по каменным дорогам мы просто скрались, чтобы не попробовать колеса. У конкурентов тоже были проблемы с колесами, но у них, у Едида, у Пшигонского тоже пробились запаски? Ну у них, да, они тоже попробовали запаски, но они между спецучастками, но у них за Пшигонским ехал и Дан, да, он ему дал колесо запаску, ему можно было ехать уже нормально, так как есть уже одно запасное колесо, можно поменять. И у Едида тоже, по-моему, там Тенбринки тоже уже не борется за что-ни за что, поэтому они там в втором спецучастке вваливали, как могли. Окей, СС-4, мы у нас три панчера, мы не имеем больше стаеров, мы обнимаем, и СС-5, мы не атакуем, но мы двигаемся clean и мы победим. А, конечно, мы только атакуем в дуне, но в гравеле мы не атакуем. Сегодня мы получили небольшие проблемы, потому что мы получили три панчера в начале, и тогда мы потеряли ритм, и тогда мы не могли бы идти быстрее, потому что без спецчастковых стаеров это очень рискованно, потому что без четыре панчера на машине мы не можем закончить сцену, и тогда мы могли бы остановиться. Мы потеряли немного времени, но это хорошо, что мы здесь, на конец, потому что здесь есть несколько стаеров, которые очень тяжелые, но в сентябре это последний стаев, мы попытаемся к атаку, как мы увидим, если мы будем немного счастливы в сентябре, то это может случиться. Это немного трудно, мы потеряли много раз, но мы закончили в хорошей позиции, поэтому мы потеряли на стаеве, мы потеряли много, потеряли немного, но не так же, как в стаеве 4, но в дуне мы потеряли очень хорошо, и мы счастливы, что мы закончили в этой позиции. И нет панчера? Нет панчера. Ну, сегодня мы были довольно хорошие дни, в первую очередь мы двигали очень быстро и очень безопасно, мы только один панчер, нет ошибок, мы закончили в П2, это очень хорошо. В первую очередь мы двигали немного на самую позицию, но мы были два раза в дуне, мы не потеряли на руке, и у нас была лучшая линия на руке, и я думаю, что мы потеряли 45 секунд или минуты, и мы очень счастливы сегодня, очень хорошо, и мы посмотрим, что в дуне будет. После стаев 4 и 5, наконец, это был хороший день, после проблемы вчера и вчера. Стаевая была типичная катарская стаевая, даже более сложная навигация, чем вчера. Но мы сделали хорошо, нет проблем. Один раз я сделал 300 метров, но это стандарт. Я счастлив, что Бернард тоже сделал хорошо, мы взяли очень большую очередь в первую очередь чтобы не иметь плотную панчерку, и это платило, потому что мы сделали вторую очередь в CP1. Но, окей, все дамы, мы не можем прийти к подиуму, поэтому мы просто пытаемся сделать лучшую из этого, и мы пытаемся не сделать никаких ошибок. В первую очередь, стаев 4, это была хорошая стаевая, но у нас есть плотная панчерка, и мы пытаемся сделать панчерку, но все, я думаю, у нас плотная панчерка. Да, стаев 5, мы просто делаем это очень легко, и без каких-то рисков, и мы победим сегодня, и я очень счастлив. Мы, кстати, для этой катар-рели, потому что это было очень коротко, после Дакар, два разных модели. Один был 2017-2018, и мы здесь видим, вот здесь и 2019 модель, которая пришла в СССР обратно в Катар, и, конечно, здесь есть новая эволюция на легендах, это стаевая турбовая, с Куба. И Язи ведет стаевая турбовая турбовая по 2017-18. Итак, сегодня мы сделали стаев 4 и 5, на катар-рели. В самом деле, наши двигатели сделали очень хорошо. В целом, они сейчас на позиции 3 и 5. Куба идет на фронт. Но, конечно, Тойота очень сильные, очень быстрые. Но мы боремся, конечно, для сегодняшнего дня, чтобы быть на втором позиции. Вы никогда не знаете. Язьер сделал свою первую рейс в Мини. Он улучшает каждый день. Конечно, это очень сложно здесь. Он улучшает навигацию, чтобы адаптировать машину и так далее. Но он улучшает каждый день. Так что мы очень рады, чтобы его было в команде. Как мы искали, Мирка заплетал. Как ему сломалась машина. Его штурман написал мне координаты. Куда пойти? Мы пошли с нашим механиком на машине и приходили на саудиско-арабическую границу. Там шла к бам. Там стоял мужчина и сказал, невозможно туда идти. Здесь уже саудская арабия. Так мы пошли на вторую сторону. Нашли все? Ну, нашли, нашли. Потом нашли. Потом мы звонили и нашли. Очень смеялись. То есть вы уже подготовились к Дакару, да? Так чуть-чуть, чуть-чуть. Маленькая тренировка на Дакар. Как будет в Саудии или нет? Так, сегодня для моей команды Offroad Sport был чуть-чуть черный день. Уже на старте. Все было нормально. Ходили, ходили. После километра 140 выходили на асфальт. И на асфальте не чувствовал машину, что все хорошо. Так сделали стоп, смотрели. Одна покрышка была сломана, а сломана. И при этом я смотрел, и привод не был в кондиции. Пильник сломился. В тот момент не было смысл гоняться на спецучасток. И мы стояли, а не успели сделать машину, направить машину. Так что для нас сегодня спецучасток закончился на 140 километрах. Так, так мы стояли. Ну, здесь я только для себя напомним. Сделал фотографию работы. Недумал, что это будет можно сделать. Здесь мы стояли. Здесь асфальт. И здесь осталась резинка. И здесь гранаты без пильника. Жалко. Но это случилось. И чуть-чуть сломался нижний рычаг от большего камня. Так это сегодня случилось. Но сейчас уже машина готова на завтра. И будем кататься последний день на тот гонце. Ну, сегодня все как обычно. На восьмом километре пробили первое колесо. И уже, конечно, дальше трудно собраться с силами. Но, тем не менее, в итоге закончилось тем, что перед последним спецучастком после нейтрализации уже не было запасных колес. Поэтому пришлось, конечно, немножко понервничать. Вот. А так, в принципе, все достаточно неплохо. Дюны прошли нормально, без всяких осложнений. Интересная достаточно компоновка сегодня гонки. И камни, и быстрые куски, и солончаки, и дюны, в общем-то. Так все красиво, хорошо. Вам сегодня, ну, каждый день дали достаточно поздно дорожную гонку. На что вы стоите? Ну, я в этот раз на этой гонке устал просто невероятно. Потому что поспать практически времени не хватает. И, в общем-то, уже просто на зубах. Надеюсь, что сегодня все-таки завтра меньше кусок. Но, судя по тому, что там нарисовано уже похоже, что поспать сегодня тоже не удастся. Ну, это гонки. Поспим после. Какие-то? Угу. Угу. Да, я знаю, что вы мне сказали, что у вас есть много пунктов. Они ставили... Будь счастлив. Здорово. Здорово, босс. Здорово. Наконец-то что-то поменялось. И народ понял, что без курсов здесь ездить нельзя. И поэтому... Вот. Новая история. Опа. А кто ехал на открывашку? Открывашка Тири Манельди и Аланга Элек. А последнее знакомление вместе с ними была и сам Аюта Клешмидт. И поэтому вот это появилась история. Так что... Пойдем работать. Да, это очень интересно. Потому что мы в моменте, в ситуации, в которой мы изменим много вещей. Конечно же, мы тоже имеем... Да, скажем так, в международном году. Этот год мы хотим интегрировать больше друг с другом. Мы хотим изменять какие-то спорты. Мы хотим привести спорт. Мы хотим имплементировать стандарты. Стандарты для производства, для производства. Стандарты для производства. Стандарты для производства. Есть много вещей. И я не знаю, куда начать. Это невероятно. Я многое делать, но я любил это. И я уверен, что мы имеем очень хорошую команду. И вместе я думаю, что мы можем сделать спорт гораздо лучше. И все на самом деле. И я счастлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok